Штык носился на перевязи через плечо, вот на этой подвесной системе, вместе с тесаком, а тесаке позже. Штык весил порядка 350-400 граммов, имел на себе вот тут эту шишку, имел защелку, стоялся на ствол с замыканием на специальное устройство. Был он трехгранный русский штык, оставлял страшные раны. В принципе, вся Европа была вооружена штыками. Были еще особенности штыкового боя, как это все в строю происходит, мы недавно только с этим разобрались. Оказывается, очень страшное дело, когда сходятся, допустим, два строя и колят друг друга одновременно по команде. То есть это можно представить, достаточно страшная картина. Вот, рана, наносимая штыком, была в живот смертельно, потому что мужчина перитонит развивался. То есть считал, что все, боец пропал. Пропал. Но главное было противника напугать. То есть кто даст больше уверенность в строю, больше напор, больше натиск, кто-то и победил. По сути, так и было. Даже вот смотрите, я вам скажу, что фуражные шапки без козырьков долго солдатам не вводили козырьки. И возникла проблема эта во времена даже не Крымской войны, а уже русско-турецкой. Еще спорили офицеры, а надо ли козырьки давать солдатам. И были отзывы следующие. Как можно закрыть ясный смертоносный взгляд русского воина от противника? Что мы одним взглядом его можем победить. Не то, что там, прикрытыми глазами от солнца. Вот. И здесь штыковой бой решался решимостью подразделения, которое в него шло. Это, да, это бесконечные разговоры. Так, тесак пехотный. Многие думают, что это оружие последнего шанса. Еще что-то о нем рассказывать. На самом деле, это шансовый инструмент. Тесаками солдаты рубили себе вот такие шлашики. Вот сзади нас. Вот и все. Рубили ветки на костер, на подстилку. Это тесак. Это как мачете современное. То есть им можно, конечно, воевать, но... Очень ограничено. Что можно сделать таким тесачком против ружья со штыком? Против штыка и ружья его на 2 метра. Конечно. И даже просто не дотянешь. Конечно. Но тут еще есть важный момент. Есть еще у него темлячок. По темлячку определялся номер роты в батальоне. И сам батальон. Три батальона имели расцветку белый, потом зеленый, потом синий цвет у шейки. Вот у этой. И вот эта шишка уже определяла роту. Первая рота красная, вторая рота белая, третья рота оранжевая, потом зеленая. Да, зеленая. Все.